Я всех, кто нас подает приветствую, приветствую всех учащихся. Меня зовут Александр, веки секретарь «Городского Денега ПРФ». Сначала я хочу начать с самого приятного. Веду я 8 марта с имени участника хочу поздравить нашу. Представите прекрасной половину, Екатерину. И я представлю наших участников. Это Геннадий Шугар, журналист, старователь партии КПРФ. Михаил Шпак, представитель Ленинского-Кунсомола. Представитель штаба Навального в Владивостоке Екатерина Остальенко. Представитель марксистской тенденции Борис Будко. Сегодня мы обсудим вопросы касательно выборов. Именно контроль этих выборов в 2021 году. Я хочу обратиться ко всем, кто нас смотрит. Если вы желаете принять активное участие в защите честных выборов, то, пожалуйста, записывайтесь. Там, думаю, потом телефон оставим в наблюдателе. Прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать, что есть разные мнения о том, что коммунисты, марксисты не должны взаимодействовать с правами. Либо наоборот. Но я хочу напомнить историческую справку. Что во время Второй мировой войны, несмотря на идеологические разногласия, СССР, США, Британия, перед общей углозой, геноцидом и рабством, перед углозой фашизма и национализма, они объединились, чтобы спасти человечество. Сегодня перед нами стоит такая задача, только в рамках нашего государства. Потому что нынешний режим все больше сказывается к фашизму. Мы здесь вместе собрались ради защиты будущего нашей страны. Предлагаю начать дискуссию. Кто готов кому-то первое слово? 5-10 минут. Ну давай, Михаил Шпак и зритель Енисского комсомола. Я приветствую всех собравшихся. Начну. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы обсудить вопросы относительно предстоящих в сентябре выборов. Текущий год во многом станет определяющим в жизни нашего края и страны в целом. Сентябрьские выборы в немалой степени предоставляют оппозиции возможность покончить, наконец, с монополей Единой России в законодательных органах края и государства. Но эта победа будет невозможна усилением только одной партии, одного объединения и одной только группы. Сколько-нибудь значительных успехов мы можем добиться только при условии консолидации всех протестных сил перед журцами. В последние годы данные всех социологических исследований, в том числе и проправительственных, однозначно указывают нам на то, что рейтинг правящей партии власти неумолимо падает. Принятием сомнительных законов и системным сокращением социальных программ правящие круги оттолкнули от себя большую часть активного электората. Протест, который был немыслим еще четыре года назад, сегодня стал обыденностью. К тому доказательства и последние акции протеста, которые собрали рекордное количество наших сограждан, и системное увеличение давления на оппозицию со стороны власти. Владивосток, являясь крупным торгово-экономическим центром на Дальнем Востоке, стоит в первых рядах народного протеста. И власть, осознавая сильные протестные позиции в городе, прикладывает все усилия, чтобы не допустить потери важнейшего для них региона. Уже приведена перенарезка одномандатных округов к выборам законодательного собрания. Все это делается для того, чтобы максимально уменьшить шансы оппозиции на победу. Желание власти сохранить позиции в городе настолько велико, что они готовы пойти на любые ухищрения, включая в том числе и фальсификацию итогов голосования. По нашему опыту, единственные, кто покушается на честность выбранного процесса, это как раз-таки представители партии власти. Осознавая невозможность победить честным путем, они перебегают к грязным методам фальсификации, лишь бы только не отдать оппозиции еще один лишний мандат. Во-первых, исходя из всего вышесказанного, мы, представители КПРФ и ЛКСМРФ, видим своей целью организацию лучшего мониторинга и контроля предстоящих выборов. Но мы также осознаем, что для реализации данной задачи недостаточно сил одних только наших организаций. Для организации действительно сильного отпора диктатуре режима необходимо сплотить все имеющиеся силы оппозиции в городе. При поддержке, не побоюсь этого слова, дружественных организаций, у нас сегодня есть с вами шанс создать кейс, подобный к выборам Мосгордуму, где, как вы все знаете, около половины депутатов представители оппозиции. Переходя к сути, хочу сказать, что на предстоящих выборах нам предстоит покрыть около 250 участков, включая Временные участковые комиссии. На каждый из них требуется минимум два человека для контроля. Это один наблюдатель и один член комиссии с правом совещательного голоса. Таким образом, нам с вами необходимо в сентябре набрать подготовить не менее 500 человек для мониторинговой чистоты выборов в городе. Во-вторых, необходимо консолидировать перед выборами общественное мнение в среде городской оппозиции по кругу депутатов-коммунистов и беспартийных, поскольку очевидно, что представители КПРФ являются единственными кандидатами от реальной системной оппозиции, а внесистемная оппозиция стараниями нашей власти, к сожалению, сегодня практически лишена возможности участвовать в выборном процессе. Все это, вероятно, приведет к тому, что большинством кандидатов от нашей коалиции будут выступать именно представители КПРФ. И если это окажется единственным способом покончить с монополией всевластия Единой России, нужно быть готовым к этому всем нам. В-третьих, показательный факт говорит нам о том, что высокая явка на выборах неминуемо ведет к поражению кандидата партии власти. Это обусловлено тем, что большая часть протестного электората склонна не доверять системе выборов и байкотировать их. Между тем, практика говорит нам о том, что высокая протестная явка практически лишает кандидатов партии власти на победу, даже посредством фальсификации. Это происходит потому, что административный ресурс власти весьма ограничен. Показательный тому пример для выборов за СПК ректора Кагаму Шуматова, который победил, используя досрочное голосование, используясь малоявкой на основном голосовании, в котором, между тем, большинство голосов было выдано за кандидата от оппозиции. Приведя за 10 дней до голосования всего 5000 человек он обеспечил себе победу. В связи с этим необходимо объединить силы перед выборами в борьбе за повышение явки. Нужно донести до людей, что массовое участие в выбранном процессе способно изменить ситуацию в лучшую сторону и пошагнуть монопольный диктат власти. Товарищи, сегодня мы с вами становимся свидетелями нового народного подъема. Грядут большие перемены, и наша задача в них сплотить людей для борьбы с кучкой озвеневших предателей. Сегодня долг каждого честного гражданина перестать молча потакать диктат в этой хунты, встать всем вместе, бороться с ней, чтобы раз и навсегда показать власти, что, как прежде, уже не будет никогда. Спасибо, товарищи. Я от лица своего штаба хочу сказать о том, что я защитила в этом году проект по расследованиям на Единой Россию. То есть я понимаю, что это основные конкуренты КПРФ на данный момент, и мочить точечно мы будем по каждому из них. Также я надеюсь просто на поддержку КПРФ в той части, чтобы выдать направление наблюдателям. Я очень надеюсь на это. То есть наше оружие в этом году это умное голосование, и также мы сделали анкету наблюдателей, и мы будем их тоже активно набирать, и надеюсь, что получится у нас. И я была, которая не захотела сегодня прийти, к сожалению. То есть я надеюсь, что мы все вместе набираем такую базу наблюдателей, которые не допустят спортификации на этих выборах. И даже если не получится все участки закрыть, я надеюсь, что ту базу, которую мы набираем, мы поставим на те округа, где у вас будут самые сильные кандидаты, допустим, КПРФ. Ну вот это мое место. Все. Мое место, да. Кто готов следующий выступить? Повис и на линии. Давайте я скажу. Я хочу сказать, что выборы в нашей стране в опасности последние 15 лет, и те выборы, которые состоятся через 7 месяцев, они наиболее в опасности. Власть это чувствует. Поэтому всеми способами пытаются помешать консолидироваться оппозиционным силам и вообще по каким-то действовать оппозиции по каким-то уже известным ходам. Потому что за лет 5 того, как оппозиция стала обрезаться в наблюдение, у кандидатов от Единой России и всевозможных типов самовыдвиженцев сразу же образовались проблемы с избранием. То есть их, в принципе, все методы, они уже все известны нам, как облупленные. И оппозиция раньше научилась, в общем, действовать, чтобы заводить туда своих кандидатов. Достаточно было просто поднимать явку, достаточно было наблюдать, иметь на участке по 2-3 человека своих проверенных наблюдателей. И, в принципе, это было где-то, наверное, уже 50% успеха. Что сделал наш режим? Ну, вы знаете, что они вместо того, чтобы упрощать наблюдателям задачу по наблюдению, они всячески каждый год стараются ее максимально нам усложнять. Сейчас они нам сделали трехдневное голосование, сейчас они нам перенарезли округа, сократив списки с 20 до 10 и пустили 31 мандатников по всем округам. С одной стороны, конечно, нам это хорошо. Чем меньше округа, тем нам меньше наблюдать. В принципе, затраты на выборы будут тоже меньше, учитывая, что люди от оппозиции, как правило, они избираются на свои деньги, у них нет никаких спонсоров. Поэтому здесь у нас, в принципе, есть шансы. Но они себя этим самым обезопасили тем, что они порезали округа по-хитрому. Ну, как вы слышали, да? Получается, например, если Крунзенский район имеет кусок своего избирательного округа, хвост находится в Хасанском районе, или как наблюдать, непонятно. То же самое был у нас Крунзенский район по округу, там, я сейчас не помню, по-моему, это округ 6. Да, это округ 6. То есть, логично, то есть, я живу на Потропле, я думал, что я буду избираться тоже на Потропле. То есть, я планирую участвовать в выборах, и я, в принципе, работал уже, как бы начинал там наводить мосты, и тут выясняется, что там, где я живу, логично же, потому что это Первомайский район, его логично использовать на территории Тика Первомайского района. То есть, и все в пределах одного Тика, это все понятно, как организовывать наблюдение, это гораздо проще. Но теперь, получается, Потропол, это часть 6 округа, и его присоединяют к округу Дегишель, там сейчас Надежда Терилюева, она планирует, собственно, тоже избираться, и то есть, она получает вместо одного Тика, она получает сразу три, потому что у нее есть Прузинский район, там еще кусок Ленинского района. В общем, все перетусовали специально так, чтобы нам было как можно сложнее наблюдать. По поводу трехдневного голосования, я здесь вижу только один выход. Нам нужно пойти обязательно в народ и агитировать народ тем, чтобы люди не под каким предлогом не голосовали на улице, не голосовали на пеньках, а чтобы они исключительно приходили в день голосования, где мы сможем организовать наблюдение и защитить их голос. Потому что, ну, я сразу могу сказать, что организовать наблюдение на трехдневное голосование, когда они все просто собираются с урнами и разлетаются, как пчелы, по местности, ну, это просто нереально. По части умного голосования. Тема, конечно, классная, но у меня, кстати, всегда мне хотелось задать вопросы. Почему? Вопросы, да. Это хорошо. Вопросы, да. Тогда это вопросы потом. Ну и, соответственно, нам приготовили еще такие всякие штуки, да, как малые партии, то есть задача которых отгрызать у оппозиции и у тех кандидатов, которые могут победить их голоса, то есть электора. Как вы знаете, эти партии, если вы следите за политикой, называются «Новые люди» и за правду, которая сейчас объединилась со «Справедливой Россией». То есть, по моему мнению, то есть мы можем консолидироваться и кому я доверяю, допустим, на свой участок я только могу поставить, если это яблоко, потому что я вижу, что это люди идейные у нас в городе. Ну и, соответственно, штаб Навального, они, хоть у нас, мы отличаемся, по многим взглядам, на какое-то экономическое развитие нашей страны, но у нас все равно задача одна организовать честные выборы. То есть, штаб Навального в Владивостоке, в принципе, продемонстрировал свою нелояльность и принципиальность. Да, нелояльность, с каким-то действующим режимом. Поэтому, вот где бы я поставил, то есть, кого у себя на участке, кому бы я доверялся, это реально яблочникам и штабу Навального. То есть, ЛДПР, там, соответственно, «Справедливая Россия» и «Парту пенсионеров», я вообще не воспринимаю, как какие-то начатки и позиции, ну, потому что это, скажем так, второе крыло партии «Единая Россия». Что еще хотелось сказать? Ну, в принципе, да и действительно надо работать над явкой, чем больше будет явка, тем у нас будет больше шансов, потому что нужно понимать, что наблюдением мы защищаем более заявления граждан. И хорошо, если оно есть. Потому что, когда «Единая Россия» приводит 10% своего электората, либо 15%, административным ресурсом, и, грубо говоря, приходит 10% нашего электората, то, в принципе, можно уровня не открывать, уже все понятно, кто победил. Поэтому наша явка, нам нужно сделать просто все, встать, ну, и нам, и зрителям, которые сейчас смотрят, вот, Нельзя оставаться равнодушными, потому что сейчас на этих выборах будет фактически решаться, каким путем наша страна будет идти в следующие 12 лет. И если остаться дома, то можно вообще просто все потерять. Мы уже и так потеряли 20 лет нашей жизни, и сейчас есть шанс что-то поменять, давайте его не упускать, вставайте, идите, берите свои соседи за руку, ведите их на избирательные участки, объясняйте им, что нельзя голосовать за деньги, ну, что, ну, голосуя за деньги, фактически вы продаете будущее своих детей, а, как известно, очень много людей не имеет принципиальной политической позиции, наверное, это в силу низкой политической грамотности, потому что они не интересуются политикой, но, как известно, если ты не интересуешься политикой, то политика, тем не менее, интересуется тобой в любом случае. Поэтому нужно им объяснять, чтобы все свои принципы вот этого отбрасывали в сторону, что якобы там уже все посчитали, что это уже от нас ничего не зависит. я не понимаю такую позицию, потому что 20 лет от нас ничего не зависит, мы не ходим на выборы, ничего не меняется. Может быть, хотя бы стоит один раз в жизни попробовать другую схему поведенческую, плюнуть на свои принципы, попробовать, а вдруг прокатит, придите и проголосуйте. я обращаюсь сейчас ко всем зрителям. Ну, в принципе, я знаю, все. Я хотел бы высказать слово поддержки, я согласен. Надо менять принципы идти и голосовать. В городе Владивостоке коммунисты доказали, что они могут отставить честный выбор. Все зависит только от вас и ваших желания помочь и прийти и проголосовать. И достоин слово Борису Буткову Российской Куберции. Ну, во-первых, кто-то из зрителей может впервые вообще слышать о нашей организации, я думаю, есть смысл сказать в двух словах о том, что нашей целью, конечно же, является построение социалистического общества и неспровержение капитализма. Ну, и разумеется, именно поэтому выборы не могут быть для нас какой-то самоцелью, потому что нам нужна не смена отдельных лиц, а смена всей общественно-экономической системы. И многие люди, называющие себя марксистами, они из этого делают такой вывод, что в выборах не нужно участвовать вообще, ну, потому что действительно система таким путем не меняется. На самом деле, ну, таких Ленин еще громил в свое время там в своей работе «Детская болезнь, левизны в коммунизм» и в других, и на практике также. И наша организация, она тоже придерживается этих позиций. Мы участвуем, так или иначе, в электоральном процессе в разных формах. То есть, где-то это выдвижение наших, собственно, активистов, чаще всего мы выдвигаемся как раз от КПРФ для того, чтобы не разрывать электорат. Ну, где-то это поддержка кандидатов, опять же, КПРФ, но не всех, конечно же. То есть, КПРФ, она не везде выдвигает тех, за кого, ну, хотелось бы, что называется, вписаться, но, тем не менее, зачастую люди идут достойные. Ну, мы все это понимаем. Вот. Ну, и насчет наблюдения. Наблюдение – это то, чем мы занимаемся всегда по возможности, потому что это, ну, вообще, прекрасный способ показать лишний раз, что власть нарушает уже правила, которые сама же и устанавливает. Вот. Спасибо. Все, спасибо. Я еще раз хочу обратиться к зрителям, что будет номер телефона, по которому сможете записаться на наблюдателей по этой онлайн-трансляции. И, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате данной онлайн-трансляции, модератор озвучит их. Перейдем к вопросам. Можно еще? Одну минуту, я хотел озвучить, я забыл. Она вылетела из головы, поэтому, спасибо, что дали возможность. Я немножко перебью, спикеры, которые сидят далеко в концах, говорите погромче, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Все, 20 дней. А еще, ну, с наблюдением все понятно, но еще очень большая проблема, с которой я сталкиваюсь уже на протяжении трех лет, которыми я занимаюсь с выборами. У нас по оппозиции прям конкретный кадровый голод, потому что мы никогда не закрываем всех округов. То есть, допустим, сейчас делали на ЗАГС 30-30 домандатных округов. Насколько я знаю, закрыты не все. То есть, любые выборы, какие ни возьми, по Владивостоку, по Октябрьскому району, мы никогда не можем закрыть все округа. Почему? Потому что я заметил такую тенденцию, что порядочные люди очень боятся идти в политику. Когда им говорят, ты разговариваешь с человеком, ты видишь, что он твой единомышленник, ты ему говоришь, чувак, давай заниматься политикой, давай, мы будем заниматься общественной деятельностью, ты себя проявишь, мы тебя поставим на выборы. Он говорит, не, я не хочу. А почему? Ну, типа, там все уже порешали и вообще я боюсь, что на меня там на бизнес надавят или еще там или из-за университета там меня будут очень прессовать. И то есть, в этом очень большая проблема, что мы не можем найти людей. В то время, как у наших идеологических противников целая очередь стоит, получается, ну, то есть, они сюда округа закрывают и у них еще большая-большая конкуренция. То есть, ну, как все знают, тот, кто больше чемодан принесет, тот и пойдет. Поэтому, если мы что-то хотим изменить, не нужно бояться, нужно начинать заниматься политикой общественной деятельности, надо начинать отстаивать свои права, начинать отстаивать права людей, чьи эти права ущемлены, потому что сейчас поводов правозащитных просто очень много. Власть, она как просто слетела с катушек и давит по всем фронтам. Это и законодательно, то есть, понимаете, экологическое законодательство, они дербанят, получается, фактически наш край. Достаточно посмотреть на находку, достаточно посмотреть на Хасанский район, то есть, там собираются строить рядом с парком Земля-Леопарда, в 40 метрах от его границ будут строить терминал по перегонке сжиженного газа. Ну, про находку я вообще молчу, там раньше была экологическая жемчужина, а сейчас там просто сборище какого-то нефтехима, торг нефтехимический, никто людей не спросил, просто им это все дело навязали, и все, понимаете, даже есть экологическое законодательство, которое запрещает, например, строить этот завод по производству минеральных удобрений и метанола, но, тем не менее, они просто плюют на него с высокой колокольни, еще и управляются, а что вы нам сделаете? Поэтому страна в опасности, и бояться сейчас уже не надо, отступать просто некуда. Все, спасибо, Геннадий. Геннадий, я немножко отойду, выскажусь по поводу Геннадий сказал репрессии. Надо понимать, что репрессии продвигались сегодня все, кто в оппозиции, не только, вот, представите, Навального, представители Компартии тоже продвигались репрессии. У нас арестован сын Левченко находится в СИЗО, недавно были в Москве наши комсомольцы коммунисты осуждены на 10,5 суток, в Челябинске наш член партии тоже на 11 суток к административной прикрытии. То есть активно привлекают сейчас все, кто выступает против власти. Это надо понимать. Не важно, кто ты, коммунист, представитель штаба Навального, представитель правого движения, левого. Сейчас все, кто выступает против власти, они активно привлекают. Поэтому мы, я думаю, все согласаются, призываем вас активно принимать участие, записываться в наблюдателей и приходить на выборы. Ну а теперь вопросы. Иначе, у тебя были вопросы? Да, у меня вопрос к Кате и штабу Навального. Получается, везде идет разговор про умное голосование, что это панацея. Ну, в принципе, наверное, где-то это работает, но я, насколько понимаю, у меня есть в этом ключе вопроса, почему у нас в Климорье умное голосование не развито. Вот я, например, не развито, не разви не применялась? Да, не разви не применялась, ни за кого не советовали. То есть, например, когда мы баллотировались, у нас в 2019 году новые выборы в усуриске и мне было бы интересно, чтобы, например, Навальный изучил список кандидатов и показал своим сторонникам, кто из них самый перспективный. Но, к сожалению, то есть, мне на почту, то есть, я там зарегистрировал на этом сайте, мне постоянно тоже приходят уведомления, то есть, я им туда скинул ссылки, да, чтобы будут выборы и мне пришел ответ, что, якобы, в Климорье, пока мы, ну, руки у нас не настолько длинные, чтобы еще там, типа, в Климорье, что-то советовать. То есть, в европейской части России работают? Нет. Сейчас будут выборы в Госдуме и в Заксобрании, соответственно, везде, где есть что-то навального, в этих городах, соответственно, везде будет выборное голосование преминал. То есть, сейчас... Примостом, на выборах? Только на выборах в Госдуме или на выборах в Резионале и Заксобрании тоже? В Заксобрании тоже. И в следующем году уже на выборах в Глагородской Думе тоже будут действовать. По кромучу, еще? Да. Еще вопрос. У кого есть вопрос? Борис? Катя, есть вопросы? А, давайте. Здравствуйте, Анастасия Рошенко, корреспондент новостей Владивостока в Европе. Хотела спросить, так как у нас встреча посвящена осуществлению наблюдения на выборах, больше вот про наблюдения узнать. Вот ранее в начале встречи было озвучено, что 500 наблюдателей, если пройдет по городу, будет ли осуществлено наблюдение также в крае, как вы будете готовить наблюдателей, то есть на какие там, чему именно будете учить, на какие именно части голосования, выборного процесса обращать внимание, и, ну, сколько примерно будет длиться обучение. А, в принципе, вот такие вопросы. Это вопрос ко всем участникам, никому конкретно. Ну, тот, кто будет, я так понимаю, вы в основном, Александр, будете готовить наблюдать. Ну, давайте, я помогу нашему молодому комсомольцу, отвечу за него. А ты можешь? Ну, давай, Нич, давай. Ну, ситуация у нас сейчас такая. По городу, да, это действительно 250 участков, с учетом всех комиссий. Нам необходимо их покрыть хотя бы по одному человеку. Это минимум 250 человек нам необходимо. Хотя ресурс партии позволяет нам поставить там до 4-х человек наблюдателей и членов комиссии с правом совещательном голосовке. Но обучение мы проводим, наша организация проводит своими силами. Мы, с юридической точки зрения, стараемся подковать тех людей, которые будем отправлять на участки. Акцент стараемся делать именно на моменте подсчета голосов, потому что, ну, как правило, основная часть фальсификаций осуществляется именно после закрытия участка. Ну, и также, что я могу сказать, по краю. По краю, если честно, я не осведомлю в планах покрытия там участка. Пока могу говорить только о заборах. Ну, о горде сегодня наговорах. Еще, насколько мне известно, была опробована новая система. Дмитрий Алексеев, по-моему, про нее рассказывал. Ее применяли, по-моему, уже на выборах в ЗАГС Собрании до этого. Система единого наблюдения, когда все, по-моему, наблюдатели скидывали на фотографии протокола. Но вот обмена вот этой информацией системы, будете ли она применяться? Будете ли вы взаимодействовать с кем-то еще? Ну, во время, в период выборов мы вообще, в принципе, стараемся с любой оппозиции договориться, с любой оппозиции сотрудничать, потому что, ну, противник у нас, объективно говоря, один, это действующая власть, партия власти. И именно они стараются сфальсифицировать правила итоги голосования. Поэтому, да, естественно, мы будем сотрудничать со всеми организациями в этом вопросе и со всеми наблюдателями от действительно оппозиционных структур. Ну, то есть, как ранее говорили мои коллеги, правильно подмечали, что мы не рассматриваем такие организации, как ЛДПР или СССР, как, в принципе, оппозиционные организации. На них нельзя положиться. Да, на них полагаться нам смысла никакого нет. Я тут дополню, Михаила. КПР всегда ставит задачу себе закрыть 100% участков, по максимуму. У нас почти везде, не везде, но есть наши члены комиссии справа решающего голоса. То есть, они сидят в комиссии. Почти везде мы стараемся по возможности закрыть. В городе мы закрываем всегда 100% одним человеком. У процентов на 80% вторым человеком на контроле. В крае примерно такая ситуация по возможности ставит. Проблема, если в Край, то это мелкие населенные пункты. В деревне там тяжело закрыть контроль, к сожалению, это да. Но все-таки, такие как Владивосток, Уссурийский Артем, Нафонку мы закрываем на 100%. И основные мы обеспечиваем. По систему Алексеева мы знаем. Мы ее использовали, применяли на выборах в 2019 году по Первомайскому району. До выборов в городскую думу. Мы ее применяли, она активная, хорошая, удобная. Мы сотрудничали с ней, сверяли протоколы. Если он предложит ее применять, то, естественно, мы согласимся, поддерживаем, готовы здесь. По обучению. Опять же, мы проводим самостоятельное обучение. Но, правилейно, мы взаимодействовали со штабом Навального, они проводили свое обучение. Дополнительно, мы, если надо, дообучили и кого они нам предоставили людей. Мы предоставим людям пакет документов. Это заявление, анкету необходимую для заполнения. Предоставляем краткую инструкцию по основным нарушениям, то есть у них есть. Предоставим телефоны наших юристов, куда они могут позвонить. Предоставим телефоны наших членов комиссии справа решающего голоса в территориальной избирательной комиссии. Если надо, то представим наших членов комиссии в краевой избирательной комиссии представителей. То есть, как бы здесь мы по максимуму стараемся обучением. Но, опять же, обучение нам приходится в нынешнем слоях менять. И мы будем немножко, возможно, его переставить в связи с труднервным голосованием. Так же менять систему контроля будем, вероятно, всего. Но как, пока я, к сожалению, не могу сказать. То обеспечивая контроль, мы будем стараться по максимуму, всем возможным силами. Может быть, Екатерина хочет задавать? Вопросы есть еще? Есть вопросы из чата? Да, есть вопросы из чата. Первый вопрос к Екатерине. Собирается ли штаб Навального выставлять своих кандидатов на выборы? Нет, собственных кандидатов у нас не будет. Вопрос к Александру Сустову. Кто планирует выдвигаться от партии КПРФ? На текущий момент еще нет решения партии. Официальное решение партии о выдвижении кандидатов будет на четвертом этапе конференции в июле месяце в начале. Пока что есть только возможные кандидаты. Но официальное, к сожалению, не могу показывать. Нет решения партии. Будет краевая конференция, на которой официально будет все озвучено. Еще один вопрос к Александру, поступил от нашего зрителя. Кто будет защищать наблюдателей в случае их попадания в участки и вынесения протоколов в правонарушениях? Какие? Ну, тут... Нет, нет, ну, вопрос правильно. На самом деле, были такие ситуации, провокации. Я, к сожалению, на своем опыте не сталкивался, но в других городах были такие ситуации. Были провокации со стороны представителей комиссии, когда комиссия провоцирует специально наших наблюдателей, а потом вызывая полицию, их пытались забрать. Причем, хотя их, наши наблюдатели защищают закон о выборах, но их все равно пытались забирать участка, чтобы они не мешали фасилицировать. Именно активных пытались. Тут нет ничего страшного. Они сообщают тому представителю, кто за них ответственный с КПРФ. И он уже связывается с юристами краевого отделения, либо городского нашего отделения. Там обезжают наши депутаты и поддерживают. Так что человек один не останется без поддержки. Мы его всячески защитим и поддержим. Вообще, нужно понимать, что удаление наблюдателя с участка – это прям какой-то вообще нонсенс и что-то из ряда вон выходящее. Потому что, согласно по закону на выборах, полиция вообще не имеет права вмешиваться в избирательный процесс. То есть, они могут охранять общественный порядок, если вдруг кто-то, какой-то нетрезвый гражданин, придется начнет дебоширить. Тогда, конечно, они его могут увезти. Но статус наблюдателя позволяет просто иметь полный иммунитет, если, конечно, наблюдатель действует в рамках правового поля. То есть, полицейский ему ничего не может сделать, тем более взять его под каким-то предлогом и удалить, даже если председателю комиссии этого очень хочется. Это просто нонсенс, как я уже говорил. Удалить наблюдателя можно только по решению суда, насколько я знаю. И, кстати, всегда мы этот случай, возможно, гипотетический случай рассматриваем на наших школах наблюдения. Перед каждыми выборами мы собираемся уже те люди, которые имеют какой-то опыт, потому что повторение, мать, учение. И, соответственно, приводим тех людей, которые не имеют какого-то опыта, чтобы они послушали и хотя бы где-то были в теме. И вот на этих примерах мы им объясняем, как себя нужно вести. Вы, конечно, наверное, слышали и будете смеяться, но, допустим, один человек, специалист по выборам, на вопрос, что делать в этой ситуации, всегда говорил, просто падайте в обморок и хватайтесь за стол. Ну, делайте, что вам плохо, тогда полиция точно вас не сможет. Делайте, что хотите, как хоть изображайте эпилептический припадок. Потому что все тогда боятся, и тогда они смотрят, и, в общем, они решают эту историю, в общем, покончить с ней. И появился еще один вопрос к Александру. Вы говорили то, что незакрытая округа. И поступил вопрос, нужны ли вам активные люди для выдвижения в кандидаты? Ну, конечно, нужны нам кандидаты, конечно, нужны. Но присылайте предложение, партия рассмотрит. На текущем лиге, да, есть незакрытая округа, но мы ведем работу, как внутри партии, так и в связи со своими сторонниками. И мы тоже здесь ставим задачу на 100% закрыть. Мы всегда ставим себе задачу на 100%. То есть у нас есть задача партийная, выиграть выборы. Ну, нужно еще понимать такой момент, что брать всех первопопавшегося человека с улицы, это тоже не выход. Даже если нужно закрыть все округа. Потому что неизвестно, кто придет. Да, и кого ты выдвинешь. Потому что партия, выдвигая человека, она берет на себя ответственность. Потому что на кону репутация партии, политического, в принципе, репутация оппозиционного движения в целом. То есть человек, чтобы участвовать в выборах, он не может просто так идти с улицы, кинуть на стол свое резюме и сказать, вот я такой Василий Иванов, я хочу участвовать. То есть он должен как-то себя сначала зарекомендовать общественной работой, участие в митингах, работа в комсомоле. Вот, например, комсомол хорош в социальной лифте для молодежи. Если кто-то из молодых людей хочет себя попробовать в политике, то есть он сначала приходит в комсомол, с ним работают, с ним знакомятся. Если этот человек отвечает моральным, этическим принципам, тогда его уже знакомят с более взрослыми товарищами и можно поговорить уже об выдвижении. Геннадий правильно сказал, я дополню, что партия рассматривает вопросы, да, мы рассматриваем, но мы не так, что будем двигать на нашего человека. Мы рассмотрим, предложим, да, предложим человеку, если он хочет, то как минимум поработать на выборах на контроле хотя бы, показать себя там координатором. То есть присылайте предложения по желанию, да, мы рассмотрим, но также вопрос о выдвижении тоже решение партии, потому что вопрос серьезный, и представители партии в Думе, в ЗАГС собрании, это очень важный пост. Он представляет лицо партии, и от того, как он будет голосовать, как он будет выступать, это очень важно. Потому что часто, к сожалению, бывают ситуации, когда мы выдвигаем кандидатов, на них надеемся, а они оказываются немножко с изменением. Поэтому мы стараемся серьезно все-таки подходить, и каждый отбор у нас не проходит как процедура. Я могу вам рассказать, как проходит процедура в партии. Вначале у нас есть местные отделения, которые собирают предложения с коммунистов, с первичных отделений. Эти предложения местные отделения рассматривают у себя, голосуют за них, передают вышестоящие органы. Высшестоящий орган передает у нас из кадровой комиссии, кадровая комиссия рассматривает эти предложения, отбирает их, приглашает людей на собеседование, общается с ними, смотрит их автобиографию, проверяет документы. Далее передается в бюро нашего краевого отделения, которое также, опять же, рассматривается эти кандидатуры. И уже затем эти все обработанные кандидатуры выдвигаются уже на конференцию на нашу, где за них либо голосуют, либо не голосуют для выдвижения. Вообще, самый нормальный вариант, если у кого-то есть реальный интерес выдвинуться, начать с наблюдения. Вот сейчас выборы, это очень крупные выборы, на них можно получить достаточно хороший опыт. Соответственно, с этого можно стартануть. Поэтому записывайтесь в нашу школу наблюдения. Приходите, да, мы на вас посмотрим. Эти выборы, скажем так, точно не последние, потому что в 2022 году, насколько я знаю, будут выборы в Думу Владивостока. Там тоже очень много округов, и, соответственно, все возможно. Ну, я тут дополню, у нас уже сформирована команда людей, которые у нас каждый год участвуют в выборах наблюдений. Каждый год они приходят, участвуют. То есть у нас уже сейчас есть небольшой процент людей, которые готовы нам помочь наблюдения, которые уже с опытом. Но все равно людей, к сожалению, нам не хватает. Поэтому я думаю, напоминаю, что под видео мы оставим ссылку, либо номер телефона, в котором вы сможете записаться в наблюдении. Два вопроса. Первый, по поводу трехдневного голосования. Все-таки трехдневное голосование впервые было опробовано только в 2020 году. Вот в связи с этой спецификой, на что будет сделать упор для наблюдателей? Может быть, выделить какой-то один конкретный день, на который вы сфокусируете силы наблюдателей, и в который вы призовете всех потенциальных избирателей прийти проголосовать? И второй у меня был вопрос. Давайте сначала на это ответите. Давайте. По поводу трехдневного голосования. Как показала практика, вот на выборах в прошлом году закрали собрание. Там часть советского района, часть первореческого. Мы по-разному ставили людей. Кто-то ставили заранее, именно когда я только на голосование начинал. Кого-то именно в день голосования. Практика показала, что надо ставить именно, чтобы человек сидел все эти три дня. Потому что вот, допустим, 705 участок, первореческий район, сидел у нас член комиссии справа освещательного голоса. Он зафиксировал нарушения. Он написал жалобу. Потому что члены комиссии ходили со списками, заготовленными заранее. 60 плюс оставшихся после Конституции. Без заявлений от этих людей. Без реестра, что эти люди записали заявление. Просто ходили с этими списками и гуляли с бюллетенями по улице. И сколько они там этих бюллетеней накидали за это время, мы не знаем. Но наш член комиссии задался вопросом. Мы смогли предотвратить. То же самое, как Михаил сказал про это голосование. Что большая часть людей пришла именно в это трехдневное голосование. А как они пришли? Опять же повторюсь. Члены комиссии ходили с этими списками по домам. И просто приглашали всех, кого надо проголосовать. Потом эти бюллетени складывали и все их пакеты. Как они дальше от этих всех пакетиков хранились? Ну, тяжело сказать. Менялись бюллетени, не менялись, мы не можем сказать. Но мы знаем, что нарушена уже была сама процедура. И комиссия должна получить звонок непосредственно от человека, либо от его родственника. И получить от него заявление. Занести его в специальный реестр. И только с выпиской из этого реестра идти. А не просто идти со списком, который где-то напечатан. И взять непонятно откуда. Александр, до чего поступили вопросы. Сколько примерно нужно наблюдателей? Может, это есть? Если мы здесь проголосуем, по Возьмосток, нужно по-хорошему, как сказал Михаил, 500 человек. Чтобы по два человека на участок. Это будет очень хорошо. Почему по два человека на участок? Потому что может случиться ситуация, что одна очередь на комиссии заставят поехать на мысное. И еще что-то случится. Он не сможет выйти. Всегда должен быть того человек, который его заменит. Ибо поддержать. Потому что могут, я уже говорю, что может провокация быть на участке. Всякая ситуация. Могут его как-то отречь. Поэтому по два человека на участок должно быть не стремиться. Вопрос к Геннадию. Геннадий, вы являетесь членом партии КПРФ? Очень часто задают мне этот вопрос. Геннадий, вы уже задавали недавно этот вопрос. Я являюсь сторонником партии КПРФ. Я пока еще в КПРФ не вступил, но я планирую. Александр, сообщите, куда обратиться для рассмотрения кандидатуры. Можете зайти на наш сайт городской. Влкпрф.ру Там есть контактная фона. Там можете написать, не заполнить. Что по такому-то вопросу с таким-то обращением. Там также есть на сайте почта. Просто наберете в поисковике Google. Влкпрф.ру И вам тоже выдаст наш сайт городского день КПРФ. И последний вопрос. Чтобы быть наблюдателем, имеет ли значение прописка и место жительства? Да, сейчас это ограничение введей. Прописка должна быть приморская. Это имеет значение. Также возраст 18+. Это, кстати, это новелла, она совершенно недавно была. Да, она введение в прошлом году. После выборов губернаторов, которые партия власти с резком проиграла на Дальнем Востоке. Все помнят, чем закончились у нас выборы в Тарасевке, да, кто победил. И чем закончились выборы в Хабаровске. Да, все почему. Ну, например, конкретно по части Ищника, потому что партия КПРФ прям очень сильно заморочилась наблюдением. И сюда прям со всей России был брошен десант. Да. То есть закрыли прям все, прям закрыли прям все. А другая та, чтобы мышь не проскочет. И, соответственно, на это еще раз мы возвращаемся к тому вопросу. Почему нужно приходить на выборы и почему нужно наблюдать. Потому что когда мы берем клещи всю эту историю, шансы партии власти на нужные результаты и выйти на нужные цифры, у нее сразу же просто стремятся к нулю. Но меня поражает в этой истории, знаете, мне поражает эта история совершенно другое. То есть нам могут присылать человека неместного в качестве кандидата, чтобы он участвовал в выборах губернатора. То есть а наблюдать к неместному человеку нельзя. Но где логика вообще в этом вопросе? То есть приехал Дегтярёв, да, в Хабаровск? Он откуда у нас там? Откуда Дегтярёв? Не знаю, не скажу честно. То ли из Самары, то ли из Перми, то ли из Саратова. Ну, несущественно. Да, ну несущественно. В общем, он из европейской части России. И вот, предположим, чисто гипотетически, если Дегтярёв сейчас будет участвовать в выборах губернатора. Кстати, он говорил, что он вроде бы как не хочет. Ну вот, если его попросят, то он будет участвовать. То есть уже из его области, откуда он родом, уже люди не смогут приехать там наблюдать. Да, я тут допомню, Геннадий. Тогда нам Центральный комитет прислал, как минимум, в каждый город. По одному юристу крупного Примосковского края, как минимум по одному депутату Госдумы. То есть нам приехала довольно мощная поддержка тогда на выборах губернатора. Так же, как у нас бывает, что у наших товарищей направляются, если где-то важные выборы, в другие регионы. Сейчас уже не это ограничивается, мы не можем этого делать. Мы можем здесь рассчитывать только на свои силы, к сожалению. Александр, когда будут сборы наблюдателей? И можно ли получить члена с правом решающего голоса от КПРФ? То есть можно ли стать женой? Члена с правом решающего голоса можно стать только после того, как вы поработаете хоть один раз наблюдать. Посмотрим, что вы хорошо отработали на контроле наблюдателей. Члены комиссии с правом решающего голоса отработали. Занесем вас, у нас есть списки людей, которые себя отлечились, проявили себя активно. И рассмотрим, и освободится место, и внесем тогда. Набор наблюдателей будет ближе к выбору, это, наверное, июль-август. Да, просто член комиссии с правом решающего голоса – это очень ответственная должность. То есть ответственность – это как жена, один раз надолго. Да, то есть наблюдателей можно наменять хоть каждые выборы. А к выбору членов комиссии с решающим голосом нужно подходить очень ответственно. Я вот дополню, вот я говорил про 705-й участок. Вот там у нас член комиссии с правом решающего голоса проявил себя. Хорошо, если вот освобождается место, мы его вводим в другую комиссию. То есть как-то все зависит от вас. То есть вы проконтролируете хорошо, проявите себя. Ну, хорошо, нам такие люди нужны, активные. Мы с радостью поставим спам решающего голоса. Потому что у нас 250 комиссий, то нам уже 250 членов комиссии спам решающего голоса. Как показывает практика ваша, ну, на предыдущих выборах, как много участков во Владивостоке, где потенциально могут быть фальсификации, грубо говоря, каждый второй или каждый трейдый участок. Как много вот таких вот уиков, где были замечены председатели и другие члены комиссии в каком недобросовестном поведении? Как часто приходится наблюдателям с этим сталкиваться? Тут надо выражаться, все зависит, скажем, от района еще. Все зависит от района. Допустим, Пузинский район, он более-менее, ну, так сказать, честный. Ленинский район, тут тоже так. Самые две нарушения, это Советский район. Там больше всего фальсификации. Там приходится, чуть бы наших членов комиссии, извините, не избивают. Бывают такие ситуации. Бераленческий район, тут процентов 10-15 участков где-то принимаются такие. Но вопрос я не могу назвать, например, потому что часто происходит такая ситуация, что люди на одном участке на этих выборах занимались, их перекидывают на другой участок, они же на других выборах. А бывают ситуации, что с другого района этих людей перекидывают, на другой район. Они начинают здесь заниматься. Вообще фальсификация выборов, как известно, может пройти на любом этапе избирательной системы. То есть, если, допустим, у Викиатра просчитали достаточно честно, и там не удалось ничего намутить, то, как показывали выборы губернатора, у нас достаточно просто слатифицировать один ТИК. В Советском районе один ТИК. В Суриске городской, да, но Элла Памфилова все это дело оформили судовым голосом. Я тут допомню, я был членом ТИК Советского района в 2016 году на выборы ЗАГСОБА. И честно вам скажу, я уже тогда говорил, что надо усиливать там контроль, и мы этим будем заниматься, работать, потому что там у нас в городе Востоке самые больше всего фальсифицируют. Если остальные районы, ну, куда бедно, не сильно так, а там прям на арму фальсифицируют. Там мы выявляли до выбора, что были двойные списки избирателей. Наш член комиссии, справа решающего голоса участковой комиссии, при работе в комиссии дежурства обнаружил председателя, чтобы был второй список. Задал вопрос председателю, что это? Ну, это так, запасной. Такого не должно быть. Выезды тоже эти голосовали. Тоже выявил член комиссии. Нам сообщил, а это тоже было незаконно. И многие нарушения идут именно в Советском. В остальных районах они есть, никто не отрицает. Но процент их везде разный. И сказать, как и эти участки, я опять же не могу. Кстати, говорят, Первомайский район достаточно благополучен, по наблюдению, что там считают более менее честные. Ну, там был хороший член комиссии. И если они будут защищать тики, то они этим заниматься не будут. Потому что они уверены, что их защитят. Кстати, ты сейчас озвучил очень важную проблему. В нашей стране, то, что в нашей стране просто не действует уголовная статья 142-я о фальсификациях избирательных документаций и итогах голосования. То есть, там фактически предусмотрено до 4-х лет наказание за фальсификацию выборов. Но в нашей стране так все устроено, что нет отвратимости наказания по этой статье. То есть, элементарно, на руссоисте в 2019 году прям поймали за руку двух членов избирательных комиссий. Прям довели это дело до Следственного комитета. То есть, все это было зафиксировано и на видео, и документально. И все, что нам удалось добиться в наказании, 500 рублей штраф. Ну, это просто, я считаю, пиох, вообще-то, по всему гражданскому обществу, этими 500 рублей штрафа власть, как бы, она говорит, ребята, фальсифицируйте, мы вас всегда прикроем. Я хотела узнать, вообще думали ли вы и как относитесь к идее организовать какое-то совместное обучение наблюдателей и желающих ваших из разных организаций? Ну, у меня, например, уже давно такая мысль в голове сидится, дать школу наблюдателей. Просто я не знаю, насколько она будет востребована, сколько людей на нее придет. Ну, потому что так вот, если разговариваешь с людьми, там, где-то просто, ну, все, как бы, за переменой. Когда нужно что-то сделать, какое-то над собой усилие, ставить с дивана и куда-то пойти. Ну, потому что наблюдение – это достаточно серьезная работа. То есть, если ты приходишь в свой выходной, то есть, до этого тебе еще нужно обучиться, там, пару дней походи, да, потратить какое-то количество времени. А потом, то есть, наблюдатель не уходит с участка 8 часов. У него самая основная, фактически, работа, где он должен быть напряжен просто как кремень, да, как струна, это как раз-таки, когда участок закрылся и начинается подсчет. И приходит он на участок до того, как должны скрыть вот эти вот сейф-пакеты, то есть, их скрывает где-то 7-20, 7-30. То есть, в самом утро он обычно. Да, он приходит в сейф, а когда он идет, неизвестно. Это от того, как быстро посчитается. Иногда, если, например, начинаются какие-то там проблемы и мутные схемы, то это может растянуться, как мы знаем, до 4 утра, и наблюдатель всегда должен быть встроен. И это огромная нагрузка, и не все готовы. То есть, если... Я думаю, что мы, наверное, все-таки попробуем это сделать. Ну, можем просто. Да, в принципе, информационную поддержку организуем. Главное, определиться с помещением. Да, это будет зависеть величина помещения от того, сколько все-таки людей предприлет. Если нам удастся набрать какую-то группу, ну, то почему нет? Наверняка из общего количества пришедших найдутся какие-то алмазы, которые можно будет использовать в будущем. И даже в качестве кандидатов на выборы. Я тут допомню, у нас есть небольшой опыт, когда, ну, не совсем совместно, но, наверное, почти совместное обучение мы проводили со штабом Навального. Когда, допустим, я приезжал, рассказывал про тех пакетных мер, которые предоставят компакты, а уже штаб Навальный непосредственно саму процедуру рассказывал. То есть, опыт у нас есть какой-нибудь большой. Ну, а проводить совместно, почему бы и нет? Надо попробовать. Вопрос к Александру. Какие выводы сделала КПРФ из истории с выборами Ищенко, с выборами губернатора в 18-м году? Ну, я не могу сказать, это вопрос больше высшестоящему нашему руководству, чем ко мне, к сожалению. Поэтому, какие выводы сделали? Ну, необходимость усиливать контроль, необходимость, чтобы люди приходили. Готовность людей не только приходить на контроль, но, наверное, выйти на улицу, когда надо. Когда, к сожалению, выходит тысяча, полторы тысячи. Это, конечно, хорошо, но делать во столько, это на самом деле очень мало. Если выйти 10 тысяч человек, ну, я думаю, сразу результат станет правильным. И 10 тысяч, если эти 10 тысячи после готовы будут быть, а еще Палаточный Голодок разбить его после администрации. Просто тогда мы в воде людей пытались разбить Палаточный Голодок. Ну, никто не захотел, как бы. Партия – это сила, конечно, но без поддержки граждан, трудящихся, мы, как бы, тоже не всемогущие. Нам нужна ваша поддержка, как бы. И еще последний вопрос. Как КПФ относится к коммунистам-перебежчикам? К примеру, господин Бельгоцкий. Ну, как относится? Предатели, они есть предатели, они всегда были, остаются. Были во время войны предатели массов. Точно такой же предатель, и так же к нему относимся, как к предателю. Вера у нас, что к нему? не хочется говорить плохие сала, надо слушать дети, поэтому помолчил. В любом случае, обратно в КПФ у него есть. Да, нет, ни в коем случае. Тут он занесен ему подобный черный список, и никогда их не примут, даже как бы они потом не умоляли, если даже попросят. Да, часть вопроса, на которую так и не ответили до этого разговора, все-таки в какой день лучше приходить избирателям, избирателям, потому что есть мнение, что лучше всего в последний день приходить, потому что меньше всего шаг, вот выскажите всегда по этому поводу. Естественно, приходи, конечно, лучше в воскресенье голосовать, потому что, я опять же говорю, там эти сейф-пакеты, там есть даже ролик на Центральной избирательной комиссии, на YouTube, как они расскажут, что какие-то хорошие, защитные, так сказать, сейф-пакеты, как их тяжело подделать, все это, но это все сказки. Мы всегда знаем, что если есть инструмент, то найдется и средство его подделать. Приходить, конечно, в воскресенье, естественно, в воскресенье приходить и голосовать. В остальные дни приходить не стоит, потому что, да, мы обеспечим контроль, там мы постараемся не допустить пассификации, но опять же, ночью мы не сможем поставить наблюдателя, ну, как человек будет 24 часа на 7 сидеть там, ну, это просто невозможно. Ему надо 3 дня до голосования, нигде не голосования посидеть. То есть, как бы, это тяжело. Приходить всех жителям и приготавливать, соответственно, 19 сентября. Я думаю так, что у нас по большому счету нет каких-то законных инструментов повлиять на наблюдение в течение вот этого трехдедного голосования. То есть, это, скажем, история для них, но не для кандидатов от оппозиции. Но я думаю, что у нас, я даже безумно и уверен, что у нас, у гражданского общества в целом, которое, в принципе, начинает как-то понемногу концентрироваться, есть механизм саботажа этого голосования. Просто действительно работать с людьми, объяснять им, чтобы они приходили в воскресенье. То есть, объяснить человеку, что, который просто идет по улице, к нему подлетают какие-то непонятные люди с какой-то там урной, говорят, пойдем там, на бенек поставим, чтобы они шарахались от них, просто как от прокаженных. Вот и все. Чтобы бегали, невозможно было набрать им нужное количество голосов на улице. Только и всего. Кстати, на вот этих митингах, которые прошли 23 и 31 числа, я увидел одну такую хорошую тенденцию. То есть, ну там, естественно, не было детей, мы о них не говорим, но там были люди, которым 18 лет, у них уже есть, в принципе, избирательное право. То есть, они не ходят на рубри, но они ходят на митинги. И я хочу сейчас обратиться к ним, ребята. Вот если вы всей такой массой, как вы нашли 23 числа, на вот эти вот митинги в площади, придете на выборы, это будет просто тесня. И вы тем самым очень сильно поможете оппозиционным силам, коммунистам, штабам Навального, Яблокам, то есть, всем тем людям, которые выступают в этой стране за перемены, победить на этих выборах и попытаться изменить нашу страну в лучшую сторону. Поэтому приходите на выборы. Это законом даже поощряется. За это я не буду штабовать и грузить в автозак. То есть, если вы уже идете на площадь, зная, что вас там будут бить бубинками и грузить в автозак, и вы идете, берете на себя этот риск, то я вообще не вижу никаких преград просто не пойти на выборы. Вставайте, идите. Это круто. На самом деле, может быть, нужно нам будет всем подумать, как это дело все в ТикТоке запустить, чтобы был какой-то челлендж, чтобы пошли на выборы. В четверг, не в четверг, а в воскресенье. Можно подумать. Мы думаем, что соберемся. Да, я думаю, что мы в этом направлении сейчас будем креативнее. Я думаю, что мы еще не раз соберемся здесь. Может быть, не все вместе, кто-то, какая-то часть. Я думаю, мы еще неоднократно до выбора будем собираться и обсуждать вопросы. В этом направлении обязательно нужно поработать с молодежью. Ну, обсудим. У меня вопрос. Вопрос к Екатерине, в частности. Я бы хотел спросить, какой ожидается процент вовлечения электората от умного голосования непосредственно? Этого я, к сожалению, пока не знаю. Может быть, как-то на основании... У нас уже есть базы, которые я добавила, если умное голосование, там не могут уже озвучить эти цифры, к сожалению. Мы будем просто наращивать эту базу в течение шести месяцев до выборов. Спасибо. Ну, если так подумать, посмотреть по мониторе в соцсети, посмотреть, сколько людей пришло на площадь, то я думаю, что умное голосование, оно может дать нам до центов пять. В теории. Пять, да, десять, думаю. Ну, это все зависит. На самом деле, там живые люди могут нараститься, но рассмотреть по ситуации. В среднем по России я просто считал, что оно способно дать кандидату плюсом, там, 3-5 процентов голосов. Ну, если тут вот говорите... Я не думаю, что в прямойте какая-то другая цифра. Если вы тут говорите о КПРФ, то у КПРФ есть стабильно свои 10-12 процентов. Если, допустим, штаб Навальный поддержит наших кандидатов, то это уже еще 5-10 процентов. А если еще и кандидаты поработают, ну, все шансы победить. Я думаю, что в адеостоки у нас шансы занять, как минимум, больше половины кругов мы потенциально можем выиграть. Больше половины, я думаю. Нам готовятся к большинству собрания. Ну, пока я не знаю. Я говорю про Вадилосток. Пока не знаю. Но Вадилосток у нас все шансы. Если мы действительно здесь соберем все силы, начнем работать, агитировать, усиливать контроль, то, думаю, больше половины кругов мы сможем добавить. Мы провели небольшой такой нейтральный опрос как люди относятся к Единой России и политическим партиям. У Единой России очень большой антирейтик в Вадилостоке. 46% из тех, кто пойдет на выборы, высказались против, потому что не будут никогда голосовать за Единой Россию. И только 30, ну, даже 29% высказали, что проголосуют. То есть очень большой антирейтик. Выше, чем рейтик. Из тех, что... А это мы опросили около 1% избирателей в Вадилостоке. Где-то около того. Я думаю, что где-то, чтобы быть уверенным, что ты можешь выиграть эти выборы, нужно выбирать кандидата в оппозиции не меньше 20% голосов. 20% голосов, наверное, это уже гарантия того, что ты выиграешь выборы. Потому что Единая Россия, в принципе, она из года в год показывает одни и те же результаты, потому что она пользуется одними и тем же избирательными инструментами. Это мобилизация административного ресурса, когда свозят бюджетников, работников муниципальных предприятий. И применение грязных технологий, которые мы называем подвозами. Что ни говори, в принципе, отрицать очевидно, я думаю, не стоит. И вот со всеми вот этими потугами они набирают 15-16%. То есть если оппозиция набирает 15%, она проигрывает. Если оппозиция набирает 20%, то, скорее всего, она выигрывает. Соответственно, если набираешь 15% плюс 3% или 5% умного голосования штаба Навального, тогда шансы очень хорошие. Нет, Леш, стабина, мы знаем статистику, стабина. На Девосток голосуют, как правило, протестные. То есть об этом можно последить на всех прошедших выборах, последних, 16-го года, 11-го года. В принципе, я верил в Владивосток. Я и говорю, что показывают опросы, что если не 100% Владивостока, но процентов 70, если мы удастся сделать выборы честные, открытые, то коммунисты, Компартия Российской Федерации сможет больше 8% покупков Владивостока в ЗАГС собрания получить. Это без учета по списку. Мы не учитывая этот вопрос. Это именно одноводатники. Можно ли? Давай. Значит, я думаю, что я, во-первых, все-таки по большей части не соглашусь со своими собеседниками, потому что не стоит, мне кажется, сильно обольщаться насчет этих выборов и их возможных результатов. Я не говорю сейчас о том, что там система не поменяется и так далее, но вот чисто о том, сколько мест в парламентах местных мы сможем занять. Ну, мы в смысле там оппозиция, да? Потому что ну, выводы делаем и анализируем не только мы, но, собственно, партия власти также. И если возлагать какие-то очень большие надежды на эти выборы, ну, естественно, там будет мобилизация оппозиционного электората. Безусловно, сейчас вообще люди стремительно политизируются. Но также будет и больше этих технологий там грязных и так далее. И здесь опасность в чем? в том, что если мы слишком большие надежды будем на этот процесс возлагать, то есть риск, что значительная часть людей, которые мобилизуются именно под эти выборы, сильно на них там надеясь, они в итоге разочаруются, уйдут вообще из политики. Так это, в общем-то, часто бывает. Ну, и там из грязных технологий, из серьезных таких можно отметить, что могут, например, надавить на руководство КПРФ, как это было, ну, очевидно, в случае Сыщенко. То есть, и в этом смысле, мне кажется, надо делать такие выводы и не стоит слишком обращаться. Ну, вопрос Сыщенко это отдельное дело, но здесь всегда выражают, что КПРФ стоит до конца и поставят. Вопрос в том, что, и должны быть, опять же, поставить, не только прийти на выборы проголосовать, прийти, поконтролировать, но еще быть готовы выйти на улицу, если надо, и отстоять свое право. К сожалению, люди не всегда готовы все эти три пункта выполнить. Гражданская позиция, потому что в нынешней ситуации именно вот эти три пункта очень важны. Прийти, проголосовать, привезти с собой соседа, друга, сестру, маму, бабушку, дедушку. Дальше. Вставить на участок и поконтролировать, как это посчитают. Если вдруг где-то будет нарушение на уровне КИКО, быть готовым, если, допустим, Компартия призовет, или некая объединенная оппозиция призовет, выйти и отстоять свое право голоса. То есть, нам нужно быть готовым к этому. То есть, понимаем, если с точки зрения Компартии, мы, как коммунисты, понимаем, что выбор – это инструмент, но мы от него не отказываемся, всегда используем и будем использовать. Я хочу просто немножко подправить все законодательства. Ты призываешь людей выйти, отстоять свое мнение, выйти, на самом деле, станируют. Ну, да, да. Давайте сделаем. Будем публиковать то, что? Да, да, да. Иначе. Поправим меня, конечно, я имел ввиду именно этот вопрос. Просто как бы я немножко приотпустил, чтобы не осознавал. Но именно, да, на разрешенные законы могут быть. Где нам дадут разрешение, если не дадут, то провести там, где по закону можно проводить. Ну, уведомления-то, конечно, теоретически можем подать на центральную площадь, посмотрим, согласуют или нет. Ну, если не согласуют, можно подать на набережную. Зарядкой, что там согласовывают, почему-то. Честно скажу, из нашего опыта партийного, в последний раз нам в центральной почте согласовывали в семнадцатом году и то с большим скрипом. Я вообще не помню. В семнадцатом году, в столетию Великой Октябрьской СССР, нам согласовывали и то с большим скрипом. Очень тяжело было это сделать. Мы на несколько недель, то и месяц добивались, чтобы согласовывать. Это в последний раз нам дадали центральную площадь. Все. После этого нам ни разу не согласовывали. Максимум, мы там проводили какие-то одиночные пикеты. Все. Так что, понятное дело, что мы могли призывать на законные акции протеста, естественно, в соответствии с законом, но люди должны быть готовы выйти на эти акции протеста. Это тоже важно. Потому что партия без поддержки людей не может бороться в одиночку. Большевики же не смогли взять власть в одиночку. Их поддерживали революционные матросы, солдаты, рабочие. Так же и здесь сегодня без поддержки граждан мы не можем обойтись. Александр, какую вы явку прогнозируете на этих выборах? По явке, к сожалению, мы не проводили опрос. Я не могу точно сказать. Явка этого опрос относительный. Потому что люди в опросе могут сказать одно, а ситуация может измениться. Поэтому, честно, не буду сказать. Я напоминаю. Да, то есть, скажем так, это будут крупные и важные федеральные выборы. То есть, когда и будут выборы в Госдуму, по-любому идет какая-то накачка людей через федеральные средства массовой информации. То есть, однозначно будут идти информационные ролики, и то есть, люди будут знать, что выборы в Госдуму. А они, например, показывают явку на муниципальные выборы, там, где они вообще никого не знают, никого из депутатов, там, 10-12%. Как правило, на Госдуму ходит хорошо, хотя бы 30% я думаю, можно попробовать натянуть. А если еще работать с электоратом, призывать, идти на выборы, все возможно. Выборы губернатора сколько? Примерно такая же, как на выборах губернатора. 30-32%. Ну, это было на кражеме по 40, и то, скажем так, было 30, а вроде бы как 40. я ставлю на 30%. Я опять же говорю, я не буду здесь делать это, потому что я скажу. Выборы важны, да, явка будет довольно высокая, но насколько она высокая, не знаю. Но наша задача, хотя бы ее до 50%. Я, кстати, в этом компоненте очень сильно, ну, так вот, переживал, знаете, вот почему? Потому что, если вы помните, где-то, наверное, с год назад, такие мусеревые слухи, что хотят вообще досрочно Госдумбу распустить и избрать ее. То есть, на самом деле, если бы, ну, почему было бы это плохо, например? Потому что, когда идут связки выборов в Госдуму и в ЗАГС, то у них априори будет просто явка выше, потому что люди все равно, как в ЗАГС, для них не очень, а все-таки Госдума это Госдума. Да, то есть, а если бы они где-то распустили, насколько я понимаю, они уже не успеют распустить. Да, пойди по-моему, по закону уже не успеют. Уже уже не успеют. Уже можно говорить, как решившийся факт, что голосование, ну, будет, так говорить, единственный день голосования 19 сентября 2021 года. Поэтому, если бы они разделили, то есть, было бы чуть-чуть в Госдуму и еще бы меньше было бы в ЗАГС. Тогда бы нам, конечно, было сложнее. Ну, то есть, когда сейчас это будет идти такая синергия, а учитывая, что, как говорят наши молодые коллеги, общество очень сильно политизируется и скорость этой политизации нарастает. Давайте надеяться на хорошую явку. Давайте, последний вопрос, если мне надо закуряться. Ну, вопрос от электората уже. Какие основные законы готовит КПРФ в случае, если получит большинство в законодательном собрании? Ну, и там законы готовят в первых, мы будем полностью пересматривать минимальное формирование бюджета, чтобы он больше в сторону социального был. Больше смотреть, чтобы была больше поддержка врачей. Как мы, с Женей, столкнулись с такой ситуацией, в 2020 год показал, что оптимизация привела к тому, что у нас не хватает больниц, сколько места. А ведь, хотя коронавирус я опасен, все-таки не настолько смертелен. А если больниц был более смертельно, допустим, а у нас не хватает сколько места. У нас за, по официальной статистике, за 2020 год население сократилось на 400 тысяч. То есть, по сути, вымер целый Владивосток. Это официальная статистика, можно зайти на Ростат, посмотреть. Целый Владивосток вымер. Многие, к сожалению, не получили нормальное медицинское обслуживание. Мы будем на это настаивать. Решать проблему с учителями, потому что, если не будет, некому будет учить, то не будет будущих специалистов, не будет тех же врачей, работников, там, различных предприятий. Будем настаивать на развитие новых, создания новых и сохранения старых предприятий, модернизации. То есть, мы выступаем за полное обновление, за, так сказать, индустриализацию 21 века, как Гавы Кеннадий Мизика. Ну, вообще, да, то есть, не дело, когда, скажем, так идет прям перекос в сторону чиновничьего аппарата. То есть, соответственно, у нас на социальную сферу, как всегда, ее режут только в самую первую очередь, страдают, и ощущают на себе все время этого финансового кризиса, связанного с коронавирусом, бюджетники, то есть, врачи и учителя. То есть, элементарно, то есть, по бюджетникам в эти, в последнее время получилось так, что нанесен говольной удар. С начала, с 1 января 2021 года снизили районный коэффициент на 10%, да, сказали, что якобы будут там в оплату доплачивать эти 10%, и что их зарплата не пострадает. Что мы увидели на деле? Учителя в партизанске стали получать гораздо меньше, учителя в находке тоже, потому что они стали получать гораздо меньше. А все почему? Потому что это надбавка, которую они якобы предусмотрели докидывать. Ее просто нет, потому что в бюджете огромная дыра как называется, секвеста, потому что был огромный локдаун, эти налоговые каникулы, огромная недособираемость бюджетных средств. И на фоне понижения зарплат самым незащищенным слоям общества, что мы видим, принимают зарплаты чиновные. Понимаете, министерство, сейчас какое-то министерство даже новое образовалось. Я тут, насколько я слышал. Я тут, Геннадий, может, до них не ходить. У нас было недавно заседание Думы города в Востоке. Я присутствовал с отчетом мэр города Гуменюк. Мы все знаем, как его работают. Ему подняли зарплату. Ему подняли зарплату. Сейчас у него примерно, я точно не скажу, наверное, 1200. Но я, насколько я понимаю, ему подняли зарплату не с краевого бюджета, не с городского. Ну, я не скажу, какие деньги. Я помню, я помню, что ему подняли зарплату, теперь он довольно-таки получает хорошо. А работу мы его видим после ледяного дождя, вот сейчас до сих пор. Сегодня, кстати, призвали, я не знаю, зачем многие мне жители звонили, писали, какой, извините, не очень умный человек призывает жителей, когда холодно, когда все болеют, выйти сегодня на субботник. Зачем это? Обычно все субботники проводятся в апреле. А сегодня призвали зачем-то людей лишний раз заболеть, чтобы люди заболели. Наверное, просто потому, что хрущев канистру выкинул. Ну, я не знаю, кто выкинул там канистру. Я знаю, что это пытается прикрыть, потому, что все знают, что сейчас все это растает, все это весьмус вылезет. И надо прикрыть одно место своего, так сказать, другу, которому недавно подняли зарплату. Потому, что он работает. В общем, возвращаясь вот к этой истории с бюджетниками, которые пострадали, у которых упала зарплата, я могу так сказать. Таких случаев, когда они жалуются на низкую зарплату, я вам могу просто по пальцам двух руки даже не сочетать. Но вот в то же время я не слышал ни одного случая, чтобы зарплата упала у чиновников. И по поводу еще какого закона, вот я хочу сказать, прям вот это ЗАГС-собрание, оно отметилось просто принятием скандального закона об изменении границ по ОПТ, когда они приняли в новую редакцию этот закон, убрав из него норму, что менять границы можно только со ссылкой на федеральное законодательство, то есть через Минприроды, которые находятся в Москве. Они сделали так, что теперь мнение Минприроды неинтересно, они хотели менять границы сами, по своему собственному усмотрению, так сказать, этот процесс они очень сильно упростили. Этот закон принимался просто под истерику экологов, под истерику всевозможных общественных движений, тех же партий Яблок, и те же штабы Навального тоже выходили с одиночными пикетами, всевозможные ученые пытались предостеречь депутатов Краевого ЗАГС-собрания от ошибки, которую они совершают. Наши юристы говорили, что этот закон нарушает вот этот федеральный закон, вот этот федеральный закон, вот этот федеральный закон. Тем не менее, спикер Законодательного собрания Александр Ролик сказал, если вам что-то не нравится, идите судитесь. И если, может, вы слышали, наша общественная организация права народа подала иск на ЗАГС-собрание. Мы проиграли в Краевом суде, но в Пятом операционном суде Новосибирска он частично нашу позицию удовлетворил и заставил ЗАГС-собрание сейчас принять поправки. То есть, по-хорошему, мы добились не всего того, чего хотели, но, по крайней мере, наши памятники природы, они защищены. То есть, теперь их нельзя пропелить на Междусадочке. Все равно придется идти на согласование Арминистерства природы в Москву. Этот процесс по времени очень сильно удлиняется и усложняется. По каждому ОПТ будет растянут на годы. Это будет совершенно непросто, а, скорее всего, маловероятно. Но этот закон по-прежнему действует и мы еще до сих пор настаиваем, что у органов местного самоуправления нет полномочий менять границы памятников природы вообще, как таковых. То есть, если бы мы взяли большинство, помимо того, что мы полностью пересмотрели политику в плане бюджетирования, принятия бюджета, и я бы просто настаивал на пересмотре вот этого закона, приведение его в соответственность федеральным законодательством, чтобы сохранить наши памятники природы и отварить от них всевозможных алчных товарищей, которые, прикрываясь мандатами в Крайвом Дарсобрании, преследуют сугубо свои финансовые интересы. еще вопросы? Если нет вопросов, то предлагаю заключительное слово. В заключительное условие, во-первых, хотел сказать, что, как уже раньше здесь говорили ранее мои коллеги, Владивосток это протестный город, это активный город, и поэтому мы квалифицируем шансы оппозиции в городе на выборах на предстоящих как высокие и весьма даже высокие. У нас достаточно сильные позиции, и это, ну, протестность нашего города, она доказана многими фактами 2008-м годом и ситуацией с губернатором и недавними митингами, которые проходили по всей стране. Владивосток, в принципе, находится по большому счету на пике протеста, и это большой задел. Во-вторых, я хочу сказать, что мы, от лица своей организации, от лица комсомольской организации, будем бороться за повышение явки и призываем все оппозиционные организации поступать именно так же. Только массовое протестное голосование это необходимо понимать. Только таким путем можно изменить ситуацию к лучшему и пошатнуть монополию единой России. Потому что также необходимо понимать, что административный ресурс власти, он и безграничен. Это 7, 10, ну, максимум 15% которые можно нарисовать и привезти на участки. Во-вторых, мониторинг выборов. Естественно, если мы приведем большое количество людей, но власть будет заниматься фальсификацией, и мы будем сидеть без дела, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому делать упор на то, чтобы покрыть по максимуму наибольшее количество участков, поставить наибольшее количество наблюдателей и не позволить им переписать итоги голосования, не позволить украсть народное воле изъявления. По поводу TikTok-канала также хотел бы добавить, тут от товарищей были разговоры по поводу челленджа. Хочу сказать, что мы сейчас в Канцемольской организации активно развиваем свой TikTok-канал, я думаю, в принципе, в дальнейшем мы могли бы это обсудить. идея здравая, я думаю, в направлении реализации ее нужно работать. Я думаю, что опираясь на опыт митинга 23-го числа, когда TikTok просто показал бешеную конверсию вообще, когда в плане просмотров и людей на площади на российских городах, у меня есть предложение сейчас к Екатерине Остатенко выйти вообще с этой идеи туда, к себе. С этой идеи, что нужно проработать целую стратегию в TikTok-е по тому, чтобы молодежь шла голосовать именно в воскресенье и на ребер вот эти первые три дня. То есть у нас как бы есть идея, мы, конечно, на своем местном уровне подумаем, но мне кажется, на московском уровне там глядящие типа куча наших сидят, поэтому, если, может быть, мы как-то вместе скопилируемся, подумаем. Ну, если нам все вместе навалиться на эту идею, я думаю, что она может стрельнуть. Я предложу, я поняла. У вас же не все сидят? Нет, в принципе да, позиция здравая, я уже говорил, что нельзя и невозможно отметать социальные сети, TikTok и Telegram каналы, они дают большую возможность повысить явку, повысить освещение общественное выборов и вообще в принципе политического процесса в целом. Ну и также в завершение я хотел бы сказать, что мнения у нас в оппозиции, в том числе у рядов городской оппозиции не всегда совпадают, у нас могут быть различные взгляды на государственное строительство или там социальную политику. Но я хочу сказать следующее, что у нас с вами одна цель, один противник на этих выборах, наша цель на этих выборах пошатнуть монополию Единой России, сделать так, чтобы они перехватили господство безраздельно в политическом процессе, выразить мнение людей, донести его до власти и дать им шпариться по большому счету. От лица комсомольской организации я хочу сказать, что мы всеми силами будем бороться и призываем всех сплотиться, сплотить ряды оппозиции, даже самые малые группы, даже отдельные инициативные граждане, от каждого из вас зависит исход голосования и в принципе дальнейшей судьбы и города, и страны. Хватит сидеть, пора уже начать работать. Я хочу обратиться ко всем, кто нас сейчас смотрит. Услышьте меня и попробуйте донести эту информацию до своих знакомых, соседей или родственников. Нужно обязательно приходить на выборы, чтобы явка была максимально высокая, но это еще не рецепт выигрыша. Чтобы победить нашего главного соперника партии «Единую осилию», нам сейчас нельзя на этих выборах распылять голосами. Ни в коем случае. То есть нужно сконсолидироваться конкретно на одной партии, потому что власть, она опасается коммунистической партии Российской Федерации. Да, возможно, где-то там бытует мнение, что существуют какие-то договоренности между администрацией президента и партийным руководством, но тем не менее партия КПРФ это как они рассматривают в нее угрозу. Это единственная партия, которая может вообще пошатнуть их гегемонию на политическом поле нашей страны. Поэтому все остальные вот эти партии не нужно рассматривать на этих выборах как объект для голосования. То есть там «Справедливая Россия за правду», «ЛДПР». Эти партии уже давно «Единая Россия» используют для того, чтобы заводить туда своих кандидатов просто под прикрытие других знамен. потому что элементарно они понимают, что партия «Единая Россия» это просто как черная метка сейчас для избирателя. Если ты на плакате повесишь этот значок, тебя в лучшем случае отлиют и вообще подожгут. Поэтому если вы обращали внимание на всех сейчас их организационных материалах, у них партийная символика не идет. Также я бы вообще не голосовал за партию «Новые люди». Я объясню почему. Потому что это прям ну создайте сейчас партию нереально. Кому-то, да. То есть если бы можно было бы создать партию в ход администрации президента, я думаю, что эта партия давно бы уже была умирана. То есть если партия создается, то она создается с чисто санкцией администрации президента. Если погуглить, если погуглить расходы на выборы 2020 года, то выяснится, что первая по расходу на муниципальные выборы, которые пошли по стране, там единый день голосования, это Единая Россия там 250 миллионов потратила. На втором месте партия «Новые люди». В нее очень сильно закачиваются деньги. Откуда деньги спрашиваются? Мы просто так логически поразмышляем. Деньги могут быть только из двух путей. Первый путь внешний, второй путь внутренний. То есть если тут был путь внешний, то сейчас вся внутренняя политика и наш силовой блок бы стоял просто на ушах, и все бы они не давали интервью, а уже бы смотрели на небо в клеточку. Поэтому остается путь внутренний. То есть зарабатывать партия это, потому что она маленькая и не парламентская не может. То есть у парламентских больших партий есть возможность заработать, они получают деньги от количества голосов, которые за них отдали избиратели. Но вот у такой партии возможности заработка просто нет. Ну то есть несложно просто догадаться откуда идут эти деньги. Задача партии за правду и новых людей это не зайти в Думу. То есть в администрации президента я не знаю какие у них планы, но я думаю, что они просто спят и видят, чтобы эти партии набрали по 4% 7,8%, 9%, и не перешагнули через 5% барьер, чтобы залезть в одной ногой в Госдуму и забрать себе кресло. Вот чтобы они просто забрали. То есть они в сумме если будут иметь по 4,9%, они подкусывают получается результат коллекторатный УКПРФ, то есть это минус 10%. Соответственно вместо каких-то принципиальных депутатов мы получаем очередных карманных петрушек, которые будут также голосовать, как голосует полкаст сам Единая Россия. Поэтому ни в коем случае сейчас нельзя распылять наши голоса, ваши голоса, наши всеобщие голоса протестного голосования. Кому-то могут конечно не нравиться коммунисты, но в данном случае я хочу сказать, что не смотрите на партийную надежность, смотрите на людей. Во всех партиях конечно есть встречаются хорошие люди. И в ЛДПР я их знаю, принципиальные люди, которые также не согласны с политикой нашего государства. И справедливой России, в Думе-Надежинского района есть депутаты, которые вошли в коалицию с оппозицией, потому что они тоже в конфронтации с нынешней властью, им тоже не нравится, что происходит в нашей стране. Но в тех других партиях процент порядочных людей гораздо меньше, чем в КПРФ. То есть в КПРФ, ну тоже есть вся всевозможные люди, как сегодня говорили, предатели, которые на первом же скачке раскалываются. Все это, конечно, имеется, от этого никуда не уйти, потому что слишком много округов, слишком большой поток людей за всеми не усилишь. Но тем не менее, процент порядочных людей, я это точно знаю, в КПРФ выше на порядок, чем в других партиях. Поэтому не распыляйте голоса, выбирайте людей достойных, не смотрите на партийную принадлежность. У меня все. Я тут немножко не соглашусь только с тем, что нужно опираться только на одну партию, потому что опять же рекомендую всем зарегистрироваться на одном голосовании и, скорее всего, будут такие случаи, что мы поддержим не только КПРФ, а, может быть, ЛДПР или новых людей, если там действительно будет сильный кандидат, который себя на округе зарекомендует. Ну и это все. Дорис, ну мне довольно сложно представить ситуацию, что в умном голосовании будут поддерживать новых людей, но... Ну там всякие случаи были, как-то поддерживали кандидата КПРФ, который после того, как его избрали, перешел в Единую Россию. Да, был. Всякие буквы. Всякие ситуации. Ну, а к этому никуда не деться, у нас законалисты были ходили в Единую Россию без ума в голосовании. Ну, значит, что я хотел сказать. Политика, то есть борьба за власть, она не должна идти от выборов к выборам. Есть повседневная борьба людей там за свои права. Например, в формате забастовок, да? Это, между прочим, очень эффективный способ давления не только на работодателя, но и, например, на власть, как показывает мировая практика последних лет двухста, наверное. и у КПРФ есть очень серьезные ресурсы информационные, поэтому отстаивание своих интересов может идти не только в виде выхода людей на митинги санкционированные, как тут было сказано. Если вот в ситуации с тем же Ищенко КПРФ призвала, ну, например, к забастовкам, используя свой огромный информационный ресурс, или в ситуации с пенсионной реформой, если бы была аналогичная ситуация, результаты могли бы быть совсем другими. Но, к сожалению, тогда была выбрана другая стратегия, там, в случае с пенсионной реформой референдум, который не согласовали, там, согласовали другим людям. И в случае с Ищенко, ну, там, мы знаем эту историю тоже. Вот. И поэтому ну, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что выборами ни в коем случае нельзя ограничиваться, нужно вести борьбу в том числе и повседневную. Вот, все, спасибо. Ну, я подытожу тогда раз высказать. Поддержу Бориса. Да, действительно, борьба не заканчивается только выборами. Есть в городе Владивостоке Компартия пытается создать свой независимый профсоюз. Если будет кому-то интересно, напишите, я думаю, ссылку мы доделим. Но это только часть борьбы. Нужно бороться как за свои трудовые права, так и за свои политические права. Поэтому, я думаю, от имени всех участников мы призываем проявить свою политическую активность прийти на выборы. Проявить свою гражданскую активность защищать свои трудовые права тоже. Потому что, помните, что многие депутаты Единой России это директора крупных предприятий, директора управляющих компаний. И на них можно воздействовать не только политически, что очень важно, но мы можем через трудовые коллективы воздействовать. И нужно оставить свою гражданскую позицию активно участвовать в жизни. Мы призываем опять же людей записываться в наблюдатели либо через штаб Навальма, либо через городской День КПРФ, либо через Ленинский комсомол, через фактическую тенденцию. И призываем всех приходить на выборы, голосовать за коммунистов, потому что Компартия не идеальна, да. У нас здесь, к сожалению, гнивые яблоки, это да. Мы это признаем, но мы с этим боремся, работаем. Эти гнивые яблоки мы, так сказать, отбрасываем. Но если хотите что-то внести и уж готовы там бороться, ну тогда уж если дойдет такой возможности, то вступайте вы в партию, в Компартию тогда. Может быть, именно вас не хватает нам. Может быть, именно вы понесете такую здравую инициативу, которая изменит партию. Потому что партия это сотни тысяч коммунистов по всей стране. Это Зюганов, Рашкин, Афонин, Новиков. Это Локоть. Это много наших коммунистов, которые сегодня выступают и здесь с разной позицией. Но есть общая партийная позиция. И я призываю всех идти на выборы. Еще я хочу сказать еще о том, что фраза, которую хотел озвучить, но забыл. Не бойтесь голосовать на том избирательном участке, на котором вы прикреплены. То есть эта проблема будет касаться тех людей, которые работают в государственных учреждениях каких-то, либо крупных предприятиях, которые как-то аферированы с правительством края. То есть обязательно этих людей начнут вынуждать открепляться от этих участков и голосовать непосредственно на территории, создадут якобы для удобства на территории предприятия избирательный участок мобильный, куда вас погонят голосовать вне день голосования. Эти случаи, они бывают из года в год и они обязательно будут в это голосование прям в 100%. Так вот, нужно понимать, что никто не может вас заставить голосовать не по месту прописки. То есть это требование абсолютно незаконное. То есть если на вас давит работодатель и даже чем-то угрожает, обращайтесь в органы трудовой инспекции, обращайтесь в конце концов к нам, мы все опять и будем в случае озвучивать и освещать. Поэтому ничего не бойтесь, никто вас по закону за это уволить не сможет. голосуйте только на том участке по месту прописки и только в день, в едином день голосования, то есть в самый основной день выборов. Ну все, я тогда благодарю всех, кто насмотрел. Еще раз поздравляю всех женщин, девушек, сестер, мам, с наступающим 8 марта. Желаю здоровья, любви. И благодарю всех, кто принял участие. Всем спасибо. Спасибо.